Сём, ну привет. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще оказался в ЦСКА в своё время? Да я сам решил поехать, 14 лет. Расскажи, пожалуйста, немного про те времена, кто помогал адаптироваться, как проходило твоё знакомство с командой. Ну, я коммуникабельный человек. Сложностей не было, совсем найду общий язык. Просто вначале меня не брали в интернат. Как бы меньше общения было с парнями. И, скажем, своего года, 92-го. Вот, год пожил один на квартире, а потом уже пришёл Александр Сергеевич Гришин, который сейчас вернулся в ЦСКА в школу работать. Он меня сразу сделал в интернат. Там уже пошло-поехало, нормально. Как проходило твоё знакомство с Основой? Как-то всё так резко произошло. Сначала, когда все сборные уезжали, начали брать, тренироваться. А потом уже, так сказать, на совсем забрали. С ними постоянно тренировался. Приняли, хорошо. Твоё воспитание. Тебе вот по уровню кто вообще больше всех запомнился, что вот ты прям приходил на тренировки и говорил, ну это топ, космос? Ну, Загнер. Другой, конечно, в первую очередь. Ну и Вагнер. Конечно, на тренировках он не особо тренировался, но наивил, делал результат в каждой группе. Про кого на тренировках было сложнее всего? Против Вагнера, потому что я в Бароне играл. С кем сейчас общаешься из нынешнего состава? Ну и вообще из тех времён тоже. Да я только со своими, из 2-го года там пару человек. Так уже не поддерживаю вообще. Ну а вообще за командой следишь сейчас? Конечно, всегда следую. Как тебе про Федотове? Ну вроде как пошло, пошла игра. Дай бог, будут держаться вверху таблицы. Из нынешнего состава кого бы выделил? Чалов, наверное, сейчас Чалов более-менее так набрал форму. Рад за него. Пускай дальше работать всё получится. Ну ты как думаешь, можем в этом сезоне за чемпионство побороться? Реально ли с Зенитом попадаться? Я думаю, по составу всё равно ещё как бы тяжеловато будет. Но как бы надежды не надо терять. Мы в них всегда верим, поэтому посмотрим. Немного давай о грустном. Ты был и в молодёжке капитаном, и перспективы у тебя были такие. Выходила в Лиге Чемпионов. Ну а почему в итоге так сложилось, что ты ушёл? Ну это жизнь. Футбольная карьера. У кого-то получается задержаться, у кого-то нет. У меня не получилось, так сказать. Ничего страшного, жизнь продолжается. Есть как есть. А сейчас чем занимаешься? Сейчас я учитель физкультуры в школе. При уроке ЦСКА работаю в своей команде тренировок детей. 7-9 лет, 10-12. Ну и в ОФЛ играю для себя в высшей лиге по Москве. Всё устраивает, всё нравится. То, что фан-айди появилось в России, как на это смотришь? Я, наверное, против. Зачем это усложнять жизнь людям? Напомню, пожалуйста, какой у тебя номер в ЦСКА? 59-й. Вот я стандартный вопрос всегда всем сдаю. Почему именно такой номер выбрал? Просто мы раньше, когда я из школы, приходили в дубль на сборы, ехали. Там всегда в коридоре стояли сумки. И нам просто говорят, заходите, берите сумки. Я зашёл, первый папашу всё взял, 59-й. Так остался, я не менял его никогда. Какой самый худший стадион, на котором ты играл? Ореха Зуева. Почему? Ну там ни поля, ни трибуны вообще ничего нет. Понял. Ну и финальный вопрос. Если не футбол, то? То? Не знаю. Наверное. Наверное, был бы военным.